Привет, ребят! Давайте все-таки разберемся, кто же виноват в такой ситуации. Но сначала можно подумать, что это все мигранты, что виноваты во всем мигранты. Действительно, мигрантов в Барселоне сейчас полно. Однако, если внимательно посмотреть на статистику, то окажется, что в Барселоне мигрантов даже меньше, чем, допустим, в Мадриде. В Барселоне количество мигрантов составляет 391 тысячу человек, а вот в Мадриде уже 682. 3000 человек, ну, согласно январской статистике. Но почему тогда в Мадриде нет такого разгула беспорядков и преступности? Мне кажется, что здесь стоит обратиться к теории разбитых окон. Эта теория, предложенная Джеймсом Уилстоном и Джорджем Келленом, утверждает, что мелкие правонарушения и видимые признаки беспорядка, если их не устранять сразу, могут привести к более серьезным преступлениям. Все это происходит потому, что люди начинают воспринимать отсутствие порядка как сигнал того, что в этом месте можно безнаказанно нарушать правила. Вот тут мы подходим к роли прежней мэра Барселоны Аде Калау. Она занимала пост мэра с 2015 по 2023 год и известна своей весьма своеобразной политикой. Ну, таких как поддержка оккупасов, ну, то есть их сквотерами еще называют в других странах, и многими другими весьма спорными решениями. Все это могло создать в Барселоне атмосферу, где мелкие правонарушения и беспорядок оставались безнаказанными. Вот теперь давайте посмотрим на статистику за время правления Калау. За время правления Аде Калау преступность в Барселоне, так скажем, выросла. Например, количество краш увеличилось на целых 40% всего лишь с 2015 по 2019 год. В 2019 году их было зарегистрировано 120 тысяч. А в 2023 году, даже несмотря на пандемию, количество краш и мошенничества продолжало расти. Причем кражи увеличились еще на 6,5%, а мошенничество выросло на 35%. Подробную статистику я приводил в предыдущем ролике, можете посмотреть. И не стоит забывать, что согласно текущему законодательству, кражи на сумму менее 400 евро считаются мелкими правонарушениями и не влекут за собой практически никакой ответственности. Чаще таких воров даже не задерживают, либо если задержат, то сразу же отпускают. Вот это все вкупе создает ощущение безнаказанности и способствует росту вот этих вот мелких преступлений. Таким образом, мы видим, признаки беспорядка стали множиться. И вот это, по той же теории разбитых окон, привело к росту более серьезных преступлений. В итоге, политика Ады Калау могла невольно спровоцировать, способствовать разрушению общественного порядка и безопасности в Барселоне. Я считаю, что поддержание порядка и строгий контроль за правонарушениями могли бы помочь Барселоне избежать такого упадка. Именно поэтому так важно вовремя устранять даже мелкие правонарушения и поддерживать порядок в городе.